Те, кто давно подписан на мой канал, вы прекрасно знаете, что во время карантина я работал в пати-бас. Когда закончился карантин, я с ними распрощался и сам себе сказал, что больше никогда в жизни я туда не вернусь. Потому что у меня сразу открылись Форсаж, Саксон, Интенс, Диско-радио Холл, Гавана, Провары Позитив, в Кировограде корпоративы, в Абухове там у нас Малибар, я там постоянно работаю. Ну и в принципе корпораты работы завались. Проходит полгода, наступают новогодние корпораты, звонит мой постоянный заказчик и говорит, братанчик, начинаем корпоратив в пати-бас. А я говорю, я сказал, что больше не вернусь туда, он говорит, ну послушай, у нас там будет припати, мы садимся возле офиса, едем, где это мы были, я забыл заведение, где мы отдыхали, это в центре возле Гулливера, другого центра, в фуллбаре, в фуллбаре мы работали дальше, дальше продолжался корпоратив, мы доехали, все круто, там корпорат пошел бомбовский, и я такой, все, ну больше никогда в жизни, больше никогда в жизни в пати-бас я не вернусь. Фу, тополиный пух, в нос залез. Ну что вы думаете, прямо сейчас я жду автобус, и сегодня я работаю на детской вечеринке, три часа с трех до шести, ждем автобус, покажу тебе, что там внутри. Фидорчик ТВ. Вот здесь сегодня будем танцевать, всем привет. Привет. Начинаем работать. Ну что, врываемся в автобус, сейчас настроим свою программу, и будем веселить детишек. Ой, капец, как хорошо, что нам все подключили, сейчас самое главное включить ноутбук. Он явно включен уже, потому что все горит, давай маленький, зажигайся. Короче, я все настрою, покажу тебе. Методом тыка я разобрался, сейчас проверю, проверю звук, самое главное, что был звук. Вот сейчас, где моя папочка, где моя папочка, которую я создал на сегодня. Пати-пати-пати-пати, где же она, перепевки. Пати-бус. А ну а здесь где она, пати-бус. Ну давай попробуем первую музыку включить. Как фон улыбка. Как фон улыбка. Вот так, включи. Сейчас настрою, короче. Фу, разобрался. Короче, здесь virtual DJ, на котором я раньше работал. Да, есть еще новый. На новом я не работал и не понимаю, как его включать, поэтому все нормально. Музыку проверил, сейчас самое главное проверить, как у нас работают картинки, чтобы вывести на экран. Сейчас хочу сделать его меньше. Вот видишь, обратно только в камеру включил, сразу у меня какие-то неприятности. Ну, так и должно быть, потому что я не работаю в пати-бус, и я забыл, как это делается. Теперь точно настроился. Это было мучительно. Долго вдупляюсь, но потом хорошо работаю. Все, мы готовы. Бу! Хорошо. Готовы уже забирать детишек. Мы подъезжаем. Время 19.28. Мы приезжаем даже на 15 минут раньше. Это хорошо. Эти три часа должны быть веселые. Мы сейчас проезжаем мост, который разбомбили, где люди прятались, когда была вам бомбардировка города Ирпень, когда его просто обстреливали. Вот здесь, да, под мостом люди прятались? Ну, под мостом. Вот это никто. Да. Ты посмотри, что здесь происходит. Это просто ужас. Ну, я желаю каждому оргу сдохнуть, сука, в мучение, пидорас, ебаный, чтобы дыхнил, сука, уеба. Фиторчик ТВ. Дети уже обалдеют. Сейчас у нас караоке. Сегодня праздник 10 лет, Сережа. Фу, у нас первая пауза. Ой, балдеж. Стреклый автобус. Давай покажу тебе. На улице жара максимальная, но у нас внутри прям хорошо, нападненько. Винфилити. Балдеж. Там столочек, люди плавают, загорают. Кайфуют. Ну, ничего. Привет. Привет. Блин, как-то, знаете, даже интересно. Давно не работал в Потипас. Такой свой интерес. И получается, здесь и диджей ты музыку ставишь. Ты конкурсы вводишь на экраны через этот компьютер, через виртуал-диджей. И ты же и ведущий. Блин, ну реально класс. Я кайфанул. Большое спасибо всем, кто смотрит это видео. Большое спасибо, что смотрите мои шорты. И большое спасибо, что вы всегда меня поддержите. Я вас обожаю. Сегодня день рождения нашего друга. То есть не какого-то там Сереги, не какого-то Антона. А сегодня день рождения у города-героя Киев. Знаем на роджине наш накращий. Мене любыты Киевами. А теперь давайте поговорим про эту ночь, которая была. Ребята, рекордное количество шахедов над Киевом. 52. Сбили 50. ПВО красавцы. У меня, чтобы вы понимали, ну очень шумно было. Но Виталик, ну я спал. Я как-то так вчера сильно подзаебался, что Наташа там стреляет. А я слышу, слышу, слышу. Ну я не могу встать, реально хотел спать. Но я слышал, что люди в подвал бежали там. А вот Виталик, что у тебя там произошло? Два вообще сбили над домом. Не говори район. Да, я спускался с пятого на четвертый. И короче, это только зарыв. И потом бабах. То есть получается сначала свет, понял? А потом уже, короче, взрыв. Это пиздец. Русские гандоны, блядь. Чтоб вы сдохли нахуй. Просто русские пидоры сдохнете, блядь. Так, а мы с Виталиком идем по той самой тропинке. Просто гуляем, просто балдеем. Мы ничего не хотим ни есть, ни пить. Но просто идем пока на прогулку. Вот мы с Виталиком гуляем уже примерно часа полтора-два. У меня уже была видео встреча FaceTime. Да я понимаю, это 2023 год. Встреча онлайн прям очень классно. Не нужно было никуда ехать. И я гуляю заодно. Детям снял видос вот там вот на площадке, как и прошло раз. И тут Виталик говорит, что я прогадался, пивасика хочу. И вот мы сидим. Тебе не стыдно? Ты сидишь, жуешь, я ничего не взял. Сразу видно, что учителя не зарабатывают, не могут себе позволить покупать еду в этом ларечке. Вот чувак на новой почте. Пожалуйста, сидр, бургер. Не там я работаю, не там я работаю. Я без такой сидр. Ну что скажешь? Можно брать? Да. Да, и да. И сколько это все стоило? Ну такой солидный бургер. 128 гривен. А сколько здесь? Ну здесь 0,5 нет сколько? 300 грамм данный. Да, тут здесь 0,3 гривен. 300 грамм и бургер. 128 гривен. Ты пропонуешь, да? Можно. Можно. Так, погнали дальше нагулять. Будем наслаждаться. Фидорчик ТВ. Мы снова пришли на эту площадь, где проходят все концерты. Люди понемногу собираются. Сегодня здесь что-то происходить. Выступают группы, выступают артисты. Ну, мы сюда пришли, чтобы помахать моему знакомому. Вот здесь работает мой знакомый товарищ. Сейчас покажу тебе его. Ты витраев. Он играет для нас. Поставь паровая машина. О, заказик. Вот такая сцена у нашего знакомого хлопчика. Здесь прикольно. А мы только что с Виталиком увидели очень классную локацию. Вот здесь главная сцена, где выступает наш кинтуха диджика. А вот здесь, смотри, гамаки. Мне абсолютно бесплатно. Ты можешь прийти и валяться. Смотри, как классно. Кайф, да? Это яблуневи сады, да, Виталик? Да. Нет, ну, а постсад гамаки. Прикольно. Блин, это, конечно, прикольно придумали. Тут можно зависать. И свой кальян принес, да? Ой-ой-ой. Спасибо. Это мы просили его поставить. Куда? Я с ним мусору. Возвращаемся. Реально, попросили его поставить, а он только поставил. Давай-давай-давай. Давай прибежим. На такой же. Да, я ж просил его поставить. Старик, я бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы вернулись оттуда, мы пошли, а ты поставил, ну это капец. Я тебе в сториз отметил, бегом отметь, ну ты что, ну капец, ну ё-моё. Смотри, смотри, я контролирую. Мы висим. Это знаешь тот случай, когда ты стоишь возле сына, танцуешь и все думаешь, что долбоёб. Это как интернет, я не знаю. Диджей без кальяна, а не диджей. Ну всё, отметили. За трек, за трек кальян. За трек кальян, ты что, такого даже форсаж не было. Фиторчик ТВ. Слышите, музыка играет? Это фестиваль у Ява. Здесь играет лайт, диджей небо. Вот там ещё есть. Сантьяго Гарсия. Динара. Динара. Ну, здесь получается совсем другой формат музыки. Если там играет попса, то здесь уже такое. Техно-хаусец, такой дипчик, да. Но здесь, по-моему, вход стоит 200 гривен. Сейчас мы с Виталиком узнаем и всё тебе расскажем. Мы зашли чуть-чуть не с той стороны. Вот как выглядит эта локация. Ну, прикольно. А, вон там вход, смотри. С другой стороны. Мы неправильно повернулись. Да, там вход платный. По флэерам, наверное, или по пригласителям. Вот смотрите, такие классные палатки. Там сцена у Ява. Ну, понятно, что самые основные диджеи, они будут играть ближе к 9, когда и солнышко сядет, и людей будет больше. Ну, прикольно. Такую музыку классно слушают. На бассейне, на пляже. Бурить кальян. Я обалдею. А чтобы в клубе под такую работать? Ну, я работал с этими диджеями. Но там, по сути, скажи, и МС не нужен под такой формат музыки. На такую музыку там диджеи не подлип. Диджеи или МС? Да. Там чисто нужно прийти, кайфануть от музыки. Ну, послушай вас, слушай. Что-то очень летнее. А мы продолжаем курсировать дальше по Воденхай. И не забывайте подписываться, лайки, колокольчики. Для тебя это несложно. А мне безумно приятно, ведь на канале уже 1700. Вау! Вау! Мы подошли с другой стороны. Вот как выглядит локация. А вон лейнап. А сегодня какое число? 28. 28. Так, получается, сейчас полпятого. Сейчас... А! Заразграем небо, бэк ту бэк лайт. Они вдвоем сейчас играют. Небо и лайт. Динара, Сантьяго Гарси, Аргентина. Фил Марк. Идем узнаем, сколько стоит билет. Сейчас посмотрим. Блин, музыка, конечно, балдеж. Мы сейчас узнаем, сколько стоит. С двенадцати до шести двести, а после шести триста гривен. Балдеж. Нужно было сегодня попасть. Обязательно. Добрый день. Добрый день. Как у вас справа? Добрый день. Здравствуйте. Это Артем Небо. Диджей Артем Небо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА